Это очень красивый смартфон, который с двух сторон покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 3, а рамки у него алюминиевые. Ну вот очень красивый смартфон, только лапается. Наконец-то компания Lenovo по моему личному мнению научилась делать дизайн. Это Lenovo Vibe S1, он чудесно выглядит сзади, вот прям офигенно, ну а спереди как обычный китаец. Хотя на самом деле передняя панель – это дело вкуса. Я специально у своих друзей интересовался, что они о ней думают. И на самом деле мнение разделилось 50 на 50, кому-то нравилось, а кому-то нет. Мне попался вариант в темном цвете, и как по мне он выглядит намного интереснее, чем в белом цвете. Белый он как-то побольше кажется, а этот вообще прям вот секс. Как я говорил, рамки у него алюминиевые и сделаны они просто замечательно, подгонка деталей чудесная и вообще рамки не глянцевая, а матовая, вообще огонь. Сверху разъем под джек, 3.5 мм, справа качелька громкости, кнопка включения и выключения самого смартфона, ну и логично блокировки. Слева только лоток для двух сим карточек, я чуть позже расскажу, там есть специфика. Ну а внизу микрофон, динамик и micro USB разъем. Кнопки у смартфона сенсорные, они не подсвечиваются и это чуть ли не единственный его недостаток, вот серьезно, за его деньги придраться здесь мало к чему можно, а стоит он уже немало. Есть две даже фронтальные камеры, о которых я расскажу немножко попозже, там добавляется два специальных эффекта благодаря ним. И логично дисплей на 5 дюймов, IPS-матрица, Full HD-разрешение, картинка отличная, есть даже разные режимы отображения картинки, но чуть-чуть не хватает яркости. И это второй недостаток смартфона, их всего лишь вообще два. Сразу расскажу про удобство использования, задняя стенка у смартфона не плоская, а изогнутая, прям как у одной американской компании. За счет этого телефон хорошо лежит в руке, а плюс еще и стекло, оно очень цепко ложится на пальцы, плюс диагональ 5 дюймов в наше время это не так уж и много, в итоге получается действительно очень комфортный и хороший по размерам смартфон. Рамки тоже сделаны аккуратно, руку не режет, нет никакой разболтанности материалов, но посмотрите на эти рамки дисплея. Смартфон, скажу честно, не из дешевых, он, скажем так, из достаточно дорогих, и посмотрите на эти рамки. Как говорил один великий, знаменитый поэт Максим Шелест, на этих рамках можно Boeing посадить. В смартфоне стоит достаточно популярный сейчас процессор Mediatek MT6752, он восьмиядерный, все восемь ядер работают одновременно, частота 1,7 ГГц, 64 бита, много-много всякого разного маркетинга и вот вам очередной маркетинг. Количество баллов этого смартфона в Antutu это 48 775. Хотя я вам скажу так, количество попугая в Antutu, количество ядер, ГГц, все это не показатель производительности и скорости вашего смартфона. Смартфон должен работать плавно не в бенчмарках, а при обычном использовании, при открытии вкладок в браузере, при открытии почты Gmail, при работе с программами, играми и всем таком. Благо 3 ГБ дают загружать тучу этих программ в оперативку и не открывать их заново, то есть не выгружать эти программы из основной и медленной памяти. Я признаю, смартфон далеко не рекордсмен ни в играх, ни в бенчмарках, но работает он отлично и я не могу ни к чему придраться в плане оболочки от Lenovo. Она максимально приближена к стилистике, которая продиктована компанией Google, но все-таки самое главное и единственное нововведение компании Lenovo в том, что рабочий стол только один. Точнее, нет, у вас нет списка всех программ, все ваши программы находятся на ваших рабочих столах. Как видно, Real Racing 3 запустился совершенно спокойно, работает без особых лагов, однако вот, например, картинка в отражателе, точнее в зеркале заднего вида, она немножко притормаживает, в остальном все супер отлично. И как слышите, кстати, динамик вполне себе неплохой и это не максимальная громкость. Вот сейчас уже на максимуме. А вот и танки на самых высоких настройках. Я включил траву, полностью все вытянул на самый максимум и, как видите, все вполне себе работает. Сейчас попробуем зайти еще в снайперский режим и посмотреть, что из этого получится. Сейчас выкатываемся и в снайперском режиме более не менее как-то еще жить можно. Я не могу пожаловаться, все происходит достаточно плавно, хотя в танках на мобильных я вообще жесткий рак. А вот яркости дисплея, о чем я говорил, немножко не хватает все-таки. Вот сейчас на меня светит освещение сзади и, ну, картинка такая получается. В смартфоне стоит камера на 13 мегапикселей с диафрагмой 2.2. Фотки делает очень и очень неплохие. Вот при хорошем освещении отличное в темноте, ну, уже нужно уметь фотографировать. Есть даже вот такой вот HDR режим. Опа. Вот фотка готова. Давайте посмотрим. Вот это HDR режим, а вот это обычный. Резкость вполне достаточная, яркости тем более. Хотя HDR режим мне, честно говоря, не очень нравится. Он как-то темные участки слишком сильно высветляет. А вот пара фотографий, которые я сделал просто в городе. Снова-таки, вот это сделано с HDR, а вот это без него. Сравнивайте. А вот зачем две фронтальные камеры. Основная камера на 8 мегапикселей, аналогично основная, а чуть выше это вторая камера на 2 мегапикселя. Вот фотка обычной камеры. Есть даже режимы всякие бьютификации, как называют их Lenovo. Это когда недостатки кожи замыливаются. А вот теперь смотрите, нажимаю на вот эту кнопку и сейчас будет фотография, сделанная с двумя камерами. Смотрите, делается фото. Переходим в режим редактирования фотки. И есть смартфокус и вырезать портрет. Смартфокус по факту это просто штука, когда можно настроить дополнительный фокус на вас, либо наоборот размытие сзади. То же самое можно сделать с поворотным каким-то таким вот размытием и каким-то размытием от центра к краям. Вот как-то так. А вот и вторая фишка называется вырезать портрет. Что она делает? Нажимаем на нее и она по факту автоматически вырезает ваш портрет. К сожалению, не всегда четко, как у меня сейчас. Но я заморачиваться не буду. Вручную вырезать можно. Нажимаю далее. Для чего это делается? А делается это для того, чтобы можно было вашу фотографию вашего лица наложить на какую-то другую картинку либо фотку. Всякими вот такими вот мелкими, но прикольными штуками смартфон мне понравился. Конечно, они подойдут далеко не для всех. Я бы даже сказал, скорее для девушек, которые любят сами себя фотографировать. Но все равно, согласитесь, весьма интересные приколы. Работает смартфон на Android 5.0. Пока что, конечно, это уже не самый свежий, но очень хороший результат. По крайней мере, не 4.0. Идем дальше. 32 гигабайта памяти для хранения данных и есть даже слот для карт памяти microSD до 128 гигабайт. Но этот слот совмещен со вторым платком для nanoSIM-карточки. А это означает, что вы сможете вставить либо две симки формата nanoSIM, но остаться без microSD-карточки, либо поставить только одну симку, но при этом поставить microSD-карту. Толщина смартфона всего лишь до 8 мм, а если быть более точным, то 7.7, причем сюда Lenovo уместили аккумулятор емкостью 2420 мАч. Что это означает? Это означает, что аккумулятор не очень-то и большой. Однако 4 часа играть в игру вы такое найдете не в каждом смартфоне. А если в игры не играть, то он сможет прожить и два дня полных, то есть вы, например, вчера утром зарядили его, то сегодня вечером придется заряжать. Те деньги, что стоит этот смартфон и с сего-то характеристиками, это действительно хороший вариант для покупки, но только с двумя НО, если вы будете с ними мириться и если они вас не будут раздражать. Во-первых, не подсвечиваются сенсорные кнопки под экраном, но это дело только привычка. Я за неделю пользования элементарно изучил, где они находятся и с первого раза пальцем попадаю. И второй момент, на ярком солнце летом может не хватать яркости подсветки дисплея, это все. Яркости подсветки днем, например, зимой, либо в помещении с головой, на улице, как я уже сказал, в остальном звук в наушниках, кстати, удивительно, для наушников звук у Mediatek очень-очень хороший, мне медиатековский звук не нравится, а здесь чистый, хороший, проработанный и с правильной ровной АЧХ, да и с басами неплохими. А так, дисплей, корпус, материалы, то, как он ощущается в руке, он полностью стоит своих денег, хотя нет, скажу иначе, он не стоит своих денег, я бы сказал, что он стоит даже дороже. Это Lenovo Vibe S1, это Rudy, а это кнопка на наш магазин, там актуальная цена этого телефона и его наличие. Вот это кнопка подписаться на наш канал, вот здесь вот кнопочка на другие наши видео, а кнопочка лайк, простите, уже чуть-чуть пониже, давайте, пойдите, лайкните это видео. Все, до встречи, мы с вами еще обязательно увидимся, 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 короче, все, всем пока.